Акция «Чистый двор» на улице Восстания стартовала ровно в 9 утра. Пока малыши вместе с сотрудниками управляющей компании мастерили скворечники, взрослые убирали от мусора и прошлогодней листвы придомовую территорию. Надо без этих, без обязаловок, сам каждый думать должен об этом. Наши же дети гуляют. По словам пенсионера, к уборке двора его никто не принуждал. Ульги Зара Ахмадеева и его соседи субботник по весне – уже давняя традиция. Шансовые инструменты им привезли и жилищники. Помочь с уборкой территории вызвались депутаты городской думы и сотрудники районной администрации. Акция «Чистый двор», стартовавшая сегодня, проводится в год экологии, объявленной по всей стране. Выходим по зову души. Приходят сюда гулять. Им нравится наша территория не только с нашего двора, а вот со всей этой коробки, с восхода. И там в восстании даже с Шамильки приходят. Это же все элементарно просто. Проводится оно для того, чтобы общественные пространства стали чистыми. Жителям гораздо приятнее и комфортнее находиться в чистом убранном дворе. Ну и иногда у них нет возможности выйти на уборку. Там инвентаря какого-то не хватает. Иногда требуется локомотив в лице управляющей компании. Самых активных горожан, принявших участие в акции «Чистый двор», ждут призы. А во дворах их домов бесплатно установят качели и небольшие скульптуры. Субботники и средники в Московском и Кировском районах Казани будут проходить на протяжении двух месяцев. За это время в порядок придут не только дворы, но и парки районов. В их числе парк Петрово, парк Уринского и, конечно же, зеленые зоны вокруг так называемого озера на улице Серова. Субботник пройдет здесь 13 мая. И к активному участию в нем приглашают жители окрестных домов. Итоги акции подведут 27 мая. Дворы, парки и скверы город украсить цветочными клумбами и композициями. Елена Горбунчиков, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте, мобильный репортер 24.